Войдя в Иерусалимский храм Воскресения Господня и приложившись к камню помазания, кузбасские паломники отправились на экскурсию. Это необычная экскурсия, в которой каждый экспонат связан с ключевыми моментами священной истории человечества. Перед нами в стекле показана трещина, которая образовалась в горе Голгофа во время распятия Спасителя на кресте. Мы с вами помним, из Евангелия были землетрясения. Было землетрясение, в результате этого землетрясения образовалось множество трещин. И вот в этой трещине стоит датчик, его можно увидеть, он мигает красным огонечком. Эта датчик говорит о том, что за две тысячи лет, какие бы ни были землетрясения на святой земле, эта трещина никогда не меняет свои размеры. До наших дней гора Голгофа дошла в виде небольшого обломка скалы. Каждый камешек этой скалы теперь тщательно оберегается, чтобы многочисленные паломники не разобрали все на маленькие святыни. На месте обретения Креста Господня, Царицы Елены, верующее сердце не может не запеть от радости. Кресту Твоему отворяемся, благоприятный год, и святой воскресенье Твое слави. Проходя по храму Воскресения Христова, паломник словно листает страницы священной истории. Вот предел обретения Креста. А это предел храма, посвященный Лангину Сотнику. За право обладания святой землею сражались и крестоносцы, и мусульмане. Гроб Господень неоднократно переходил из рук в руки. Вот такими автографами воинов-крестоносцев помечены многие архитектурные элементы храма Воскресения Христова. Весь священный комплекс поделен между тремя церквями – католической, православной и армянской. Вот так выглядит католический предел. Центр и средоточие всего – Кувуклия. Небольшая купольная часовня в центре ротонды Воскресения Христова. Она заключает в себе гроб Господень и предел Ангела. Именно на гроб Господень сходит на православную Пасху благодатный огонь. Неизменным любопытством у паломников пользуется знаменитая колонна при входе в храм. Трещина вдоль всей этой колонны образовалась от схождения благодатного огня. Хочу я сказать всем-всем спасибо, кто нас отправил сюда. Ну, больше слов просто нету. Такое впечатление даже не пересказать. Это только надо побывать здесь. А для местных жителей, христиан-арабов, это обычный приходской храм, в котором проходит вся их жизнь. Замечательно. Даже, ну а как, чем передать? Если ты всю жизнь стремишься к этому, и идешь, и вот оно осуществилось. И можешь попросить все, что хочешь Богу, помолиться. Так, как молились свои предки. Когда ходили сюда, годами шли, молились за все свое селение, за тех, кто давал им кровь зимой, валенки, одежду, подавали записочки, потом шли опять домой после этого моления, богомольцы, паломники. Теперь мы такие же паломники. Со всего мира едут в Иерусалим паломники, но не исчерпать духовное вдохновение этого святого места.